Да, у тебя хорошо слышно. У меня аномально тоже все. Я нажимаю. А у вас два. Все, нажимай. У нас 30 секунд, но 45. А че не нажимаю? Еще, еще, еще. Оп, так, че-то пошло. О, пошло, отлично, пошло. 30 секунд. О, боже мой, оно же пошло. Какие звуки есть? Зачем вы меня пугаете? Никаких звуков еще нет. Все пошло, да? Ну, сейчас я тебе скажу, как это будет. 15 секунд. Я начерта. О, не, не так. А как это сделать, чтобы у меня была здесь трансляция? 5 секунд, внимание, Евген Таллин. Да, здорово. Да, я вообще готов. Мотор. 40 минут. 40 минут. Я. Я. Я буду отвечать на ваши вопросы. When is all your questions? Live. В прямом эфире. ЦСКА Баскет Шоу. В прямом эфире. ЦСКА Баскет Шоу. Всем привет. Это ЦСКА Баскет Шоу. И сегодня рядом со мной, в нашей студии у музея, великий баскетболист, не повис этого слова, России. Один из лучших снайперов, чемпион Евролиги, бронзовый призер Олимпийских игр. И просто отличный брат Усевич, как ты любишь говорить. Виталий Фридзон, дамы и господа. И сегодня ваши вопросы в прямом эфире будут адресованы именно ему, можно мне. Меня зовут Евгений Седых. Самый главный вопрос. Ты видел до этого выпуски ЦСКА Баскет Шоу с Никитой? Чуть-чуть, честно, чуть-чуть мало видел, не особо много сходил, не было времени. Но чуть-чуть, но говорят, очень интересно, всем нравится. И я думаю, что я за это согласился. Отлично, отлично. Ну, конечно, и респект тебе, ты, взрая тебе, я тоже согласился. Спасибо, спасибо, очень приятно. Друзья, задавайте в прямом эфире вопросы прямо здесь в комментарии под трансляцией. Обязательно ставьте ваши сердечки, они нам очень нужны. Все, что вы хотели знать от Виталия Фридзона про него, у него, или у меня, о нем. Ну, все, уже не надо так сильно. Часть, 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 чуть-чуть. А, и все, да, видите как. Например, Никита сказал, что можно любые вопросы задавать, вообще любые. Запретных тем сказал нет. Нет, ну, пускай любые задают, но я подумаю. Самый главный вопрос, друзья, у нас сегодня большой день. Выборы президента Российской Федерации. Ходил ли ты на выборы, как ты провел сегодняшний день? Каков был распорядок? Нет, ну, конечно, ходил, потому что я, конечно, туда не носи, и обязательно должен был сходить, сделать свой выбор. Я сходился с удовольствием. Я, ну, не как в Су-2, там, не самый первый был. Я встал, спокойно покушал и пошел днем на мой участок, где я зарегистрировался, потому что у меня подписка не Московская, а Брянская область, Клинцы, и мне надо было здесь зарегистрироваться. Открепительная, да, открепительная, так как регистрируюсь, это я даю участок определенный, и там ты голосуешь. Я вот сегодня проголосовал. За кого-нибудь спрашиваю? Ну, я думаю, не надо, типа, конечно... Конечно, но тем не менее, все-таки, а долго занялось? Вообще процесс прошел 7 минут, 7 минут, очень быстро. И я думаю, в Инстаграме, кто много на меня подписан, ну, кто подписан, видел, что я проголосовал, выставил фото, все сделала, и сделайте свой выбор, сходите тоже проголосуйте, и сделаю это в истории. Ребята, интересно, вы сегодня ходили из нашей бригады проголосовать? На самом деле, значит, уволены мы, там, знаете, есть пункт, я слышал, стоит, если кто не сходил. Ну что ж, это наш последний эфир сегодня у этой бригады, потому что мы готовились к эфиру и не успели проголосовать. Ну, есть очень занятые люди. Да нет, я понимаю, да я шучу. Смотрите, еще, друзья, кстати говоря, сегодня важный момент. Нужно очень хороший вопрос задавать, потому что есть приз от Виталия Фридзона вам, с автографом от игрока ЦСКА. В конце передачи, прошу тебя просто обозначить, какой вопрос тебе больше понравится. Ну, может быть, какой-то зацепит. Ну, мы вместе, я думаю, мы лучше вместе обозначим, Хорошо, но есть, как бы, есть что подписать. Есть приз от ЦСКА, очень хороший подгон, пока не буду говорить, какой, оставим небольшую интригу, но стоящий, стоящий, сто процентов вам говорю. И перейдем, наконец-то, я уже хочу тебя спросить немножко про баскетбол. С Фенербахча была шикарная игра, с точки зрения напряжения, отличная победа, но тут уже на носу следующая игра, 21 марта, в среду, Олимпиакос. Как готовитесь к этой игре? И это же игра со второй командой Евролиги на данный момент. Есть какое-то, не знаю, такое предвкушение, волнение, напряжение? Ну, конечно, есть, потому что мы там проявали, да, и надо отдать должочек, который мы оставили в Афинах. И, я думаю, мы серьезно готовимся к этой игре, потому что эта игра будет зависеть и, наверное, от остановки мест, потому что если мы выиграем, то мы уже сто процентов будем на первом месте, да, уже, ну, нас никто не извинит, никто не помешает. Это первый был, ну, такой, для нас, для нас самих, ну, полос. А потом остальное мы сегодня готовимся, очень готовились, серьезно было такое жесткое. Вначале начали, яла нам тренинг сразу объяснил ситуацию, что так не надо, мы начали тренировать. То есть, вы будете узнавать площадку, какого-то челнока будем берать. И мы очень жестко начали. То есть побегали даже челноки? Не, не, не бегали, он просто нам, ну, дал понять, что не надо начинать так тренировку, и мы сразу все, 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 быстренько погусивались, начали очень хорошо тренироваться, и хорошую тренировку поделим, на самом деле, на самом деле, сегодня такая была, ну, не сильная тренировка. Я думаю, что и до этого есть еще два дня для игры, и я думаю, что мы подойдем кучу серьезно к этому, к этой игре. Не забывай, что Олимпиакос будет тоже готов, просто потому что они дома поигрывали в Барселоне 30. Да, кстати. И они, знаете, когда, ну, поигрываешь столько, с таким, с такой возничею очков, тем более у себя дома все болельщики, ты всегда будешь настраиваться еще сильнее. Я понимаю, что и тренинг сдаст в бучке, и вакей там понимают это, и тем более такое противостояние Олимпиакос свискает, это тоже много говорит. Это, это бренд. Вот, я об этом говорю. И я думаю, что будет интересная игра, и я всех приглашаю, болельщиков поддержать нас. Это само собой, потому что без них нам тяжело. И я думаю, что вот так. Но я к тому, что какие-то специальные такие комбинации подготовили. А может мы какую-то тактическую хитрость раскрыть, как Олимпиакос нужно обыграть? Ну, я думаю, честно, таких не было тактических комбинаций, каких-то подготовок, но есть, конечно, икс-фактор. Не икс-фактор, а главный, этот, Олимпиакоси заспанулись. Я думаю, что вот была тактика удержать его, потому что 60%, наверное, или 70% комбинаций, почти все через него. И я думаю, что вот это было, сегодня была на первой тренировке защита против этого игрока с полномерностью, которого знают все, я думаю. И я думаю, сегодня мы ее отрабатывали. Таких, как заготовочек, пока еще нет. Но я думаю, будут, но это секретик. То есть так, да? Чуть-чуть. Слышу, вопрос тебе задает Дима Андреев. К какому титулу в твоей карьере было тяжелее всего идти? Ну, ко всем титулам тяжело идти. Я думаю, ко всем титулам тяжело идти. Ну, самый, наверное, титул был, самый тяжелый. Ну, понятно, это Олимпиада, это не говорится, но долго шел к чемпионату России. Да, это точно. Потому что я играл 7 лет в финале. Семь раз поиграл ЦСКА в финале. И это было немножко обидно. Ну, наверное, это самый такой тяжелый был, тяжелый титул, которого хотел всего достичь. Да, и он, наверное, был, и вот после, когда я перешел в ЦСКА, вот уже, я уже 4-хладный чемпион России. А спрашивают, за кого болеешь в НБА? Есть вообще какая-то команда? Ну, мне всегда нравилось Сан-Антонио, потому что они баскетбол показывают европейского стиля, и тренеры, и игроки, и много игроков, которые там сиропы, да, европейских игроков. И вот мне нравится с Тильсоном-Антонио, тем более там еще тренинг, в котором я, мне быть под его уководством, и я считаю, что я много, ну, хорошего научился в этом тренинге. У меня на самом деле, Андрей, спрашиваю тебя, будет ли в этом году турнир в Клинцах? Я хотел тебя в конце немножко интервью спросить, но раз задают вопрос. Клинцы, для тех, кто не знает, это родной город Виталия Фридзона, откуда он родом. Брянская область, надо было. Брянская область, на секунду, да. Спасибо. И ты каждый год, там устраиваешь, сколько лет уже? Семь. Семь лет устраиваешь каждый год турнир твоего имени. Да. Будет ли в этом году? В прошлом году, кстати говоря, подожди, по-моему, ты же играл там. В прошлом году. Я каждый год, я каждый год. Ты каждый год, нет, по-моему, каждый год. Каждый год я приезжаю, и каждый год при... Ну, почти один год никто не приезжал из игроков с Боной. Да, в прошлом году Серега Моня приезжал. С Серега Моня, Федя Лихалитов был, вот, и Алексей Жукланенко был. Ну, я имею в виду. А так вообще один год не было никого, потому что были, ну, заняты перед сборами. Не получилось, да. А во всех, во всех годах вот были, всегда приезжали кто-то. Алексей Саввасенко, даже Тимофей Мазгов был. Будет ли в этом году? Будет, конечно. Это уже как символический турнир, и он всегда, он каждый год проводится, и, само собой, он будет, будет уходить в июне, после чемпионата. Ну, чемпионат, после чемпионата, я вам говорю, что будет очень... Напомню, какие числа будут примерно? Более числа не могу сказать, потому что зависит июнь, июнь, месяц и июнь, после десятых числа. Ну, когда у нас закончится чемпионат. Потому что когда закончится, будет там, после 10 июня, я думаю, в этих числах будет. Ну, будет, я думаю, если все получится, приедет такой очень серьезный, значимый, значимый, для всей России. Уже заехать, что ли, туда? Слушай, у нас прелесть в том, что у меня есть определенные заготовки, но задают зрители разные вопросы. Анастасия Симакова, например, задает вопрос, что нужно сделать девушке, чтобы пойти с тобой на свидание, чтобы ты пошел с ней на свидание. Ана вот так вот, добро пожаловать, понимаешь? Убивает, убивает. Ну, что поделать? Со мной, да, я даже не знаю, я особо на свидание не хожу. Я весь, как говорится, много на самом перелетах, играл. Не знаю, прийти на матч. Вот. Это самое главное, прийти на матч, чтобы это, да, прийти на матч. И там, поболеть за цисказ. Плакат написать там, фризи. Сейчас новую тему, я видел, там с головами сидят люди, знают. Вот. А твоей, по-моему, нет пока еще? Нет, я тебе о чем и говорю. Понимаете, да? Понимаете о чем? Показать, и написать там, типа на свидание там. Да нет, я шучу на самом деле, я не знаю. Ну, нет требований. Не было три, конечно, нет такого, чтобы было так, метра семьдесят, я не знаю, я не знаю, там, красивые, нет, я отношусь к вашим девушкам. Любую, любую, любую. Маша спрашивает, что любите читать? Вот, читать и люблю. Борис Акунина, последняя была, вот, Фандорина, не прощаюсь, почитал книжку. Закончил? Да, закончил он, и очень понравился. Я его почитал все, Фандорина, все эти книги, статьи, начиная от Зазазель, и закончил, не прощаюсь. Вот, я Борис Акунин, любимый писатель, и я очень много читаю, ну, там, книг, его произведения, мне очень нравится. Я еще раз говорю, специфика передачи классный, вопрос очень хороший, сейчас прилетел, Борис спрашивает, если бы у тебя была возможность в жизни научиться чему угодно за полчаса, что бы ты выбрал? Классный вопрос, мне нравится этот вот. Так, сразу не ответишь, если честно, сразу мысли, знаешь, сколько в голове начинает это, чтобы выбрал, например, наверное, я выбрал, увидеться с близкими, которого я потерял, очень рано. Потому что я, вопрос интересный, ответ вообще отлично. Я очень, у меня очень рано ушла мама, и сестра, я думаю, что это я бы, ну, такой бы способности, способности, да, я бы, вьетнул бы на полчаса и пообщался. Я думаю, вот это было для меня было больше всего, наверное. и сам. Прям, прям вот, даже не знаю, как продолжать после этого. Слушай, у нас перед каждым баскетболом сейчас, в последнее время, начинает выступать, замечаешь ли ты вообще, что замечаешь, выступает группа Браво была, моральный кодекс. Под них завожусь, я кольца ломаю, забиваюсь. Да, кольца ломает. Я думаю, у нас там Геннадий Техник наш постоянно с Димой меняют кольца. Будет Ума Турман выступать? Ну, я не очень так, кстати, у меня Турман, вот честно говоря. Не попали? Ну, блин, я не понимаю, браво я его, за что вообще навалять его. Но я честно, думал, что до сих пор все-таки, браво богу. Он мне сказали лет 7, но потом я узнал, что он лет 7-8 уже не дал, он отдельно пел. А я думал, представляешь, ассоциироваться? Ну да, песни вообще супер были, мне очень понравилось, и я с удовольствием слушаюсь, получаю повадью, слушаю эти песни. Но бодрее выбегаете, когда вот живая музыка такая, да? Конечно, но мне кажется, для русских это бодрее. Я не знаю, как иностранцы взрывают, ты не знал этого вопроса? нет, пока нет. Кстати, вот очень классную тему Виталий поднял. Вы в комментариях сейчас под видео, друзья мои, пишите, кого вы хотите увидеть из иностранцев здесь первым? Потому что у нас пока только русские были. 100%. Да. Кого бы ты вот следующего порекомендовал? Порекомендовал? Ну, например, такого общительного, говорящего? Ну, или веселого? Какого такой? Давай, например, сюда прийти, первым, что боится? Ну, я думаю, Виллоп порекомендовал. Он такой, ну, нормальный, он смеет на самом деле. Уилл Клэберн? Да, на позитиве, с юмом. А, и еще и Серхио Адриис. Он тоже. Родригис, мне кажется, вообще. он вообще такой заводной, это вот, я думаю, вот из них кого-то выберешь. Ну, просто, это и американцы, это тоже европейцы. Легионеры, спрашивают тебя, с кем ты общаешься из легионеров вне корта, больше всего примерно так. Ну, я давно, Кори Хиггинс, уже третий год, я больше с ним общаюсь, с Кори Хиггинсом, потому что, мы, ну, выходные дни, мы выходим, рисован, вместе покушаем, были, ну, случаи, когда мы вместе входили. А так, не особо, не очень так, это поддерживаем, не вне корта, больше с Кори Хиггинсом общаемся, значит, мы с Корием Хиггинсом, который долго, сейчас новые пришли, вне кого-то, я имею ввиду, во время, во время тренировок мы общаемся со всеми, потому что мы всегда видимся, общаемся, вот, я думаю, больше с ними общаюсь. Спрашиваю тебя, как ты считаешь, какой будет баскетбол через 10 лет, вот как он может измениться в России, в частности? В России, я надеюсь, что он будет номер один, номер один, как обучим, сейчас он развивается очень сильно. Согласен, но я думаю, что сейчас он, наверное, в четверку входит. Да, я думаю, да, в четверку входит, и сейчас он, конечно, намного стал, я помню, те годы, и эти, намного стал более популярный, более, ну, трансляционный, могу сказать, трансляции, ставаются, да, смотреть люди, и я думаю, что толчок, дал тоже фильм, который вышел в движение вверх, потому что много людей посмотрели, не то, что много, посмотрел, сколько, больше двух миллионов, ну, огромное количество побили, и это дал толчок, потому что я знаю, что многие люди, знакомые ходили, писали мне, ну, выставляли в лайф, в инстаграм, написали там Freezy 7, типа, там, суперфильм, и вот это он дал такой большой толчок, ну, так, агрессивный баскетбол, я думаю, что через 10 лет, я надеюсь, что он будет номер один, и, там, я не знаю, как в фильме, вот летать, так, из-под ноги ломать щиты, там, от центра начинаю, и туда замену, нет, тебя спрашивают, кто у вас в команде выкшник прыгает? ну, я думаю, лучше всех, это сейчас виктоват, я думаю, там вообще нет шансов ни у кого, человек легко касается дужки, кольца, там, забивает сверху, я думаю, на самом деле, он очень сильно прыгает, а у нас остальное, этот, Клайбин, если захочет, может прыгнуть тоже, будет здоров, Калин Хайнс, да, у Калина, тоже, я думаю, они, конечно, но виктоват, я думаю, там, вне конкуренции. Дима спрашивает, кто из легенд НБА, из игроков таких, твой кумир, был ли у тебя? Ну, конечно, он был у меня всегда, это Майкл Джодан, это, я думаю, он и остался, ну, кумир, потому что он был, как говорится, на площадке, и вне площадки был человек, который, на него все, ну, смотрели и удивлялись, я просто знаю, знаю, когда я еще учился, ну, играл в Брянске, учился в колледже, БКФК, такой был колледж, училище олимпийское, жил в общежитии, тогда не было, ну, игр, так как, игр в баскетбол, как час, да, там показывали, я помню, РТР, Россия 2, и там Гомельский вел передачу, там, в воскресенье, в 12 дня, ну, я не знаю, начиналось, там, есть, 15 минутка, и вот там был только вот МБА, там, ну, показывали, и потом уже, там, в некоторое время, там, было на НТВ, можно было смотреть, и, когда ты заходил в общежитие, жили там все, там, мальчики, девочки, и все знали Джордана, там, девочки, знали, кто такой, потому что он баскетболист, там, номер один, просто на данный момент, я думаю, даже сейчас много баскетбола, ты используешь, ну, сядешь там в общежитие, какой-нибудь, ну, голод используешь, Либон Джеймс, не все скажут, кто это такой, но я имею ввиду, которого сейчас, ну, я думаю, Либон Джеймс знают, ну, во всем мире, но Джордан, наверное, самый, вообще, самый медийный, и для меня, как и во время, и вне, он был, конечно, человеком, такой, когда всегда, держался, говорил, и очень сильно, сильно влиял, на вот эту игру, просто, вот, меня вот, жалко, что мне не получилось с ним, вот, увидеть, сфоткаться, ну, я со всеми, даже, играл, но не гадок, против многих, да, против всех, коми Джорган, но с Джорданом не получилось никак, чуть-чуть вы разминулись по возрасту, наверное, либо он должен быть помоложе, либо ты постарше, слушай, но, кстати говоря, о медийности, вот, Джордан, наверное, вне баскетбола, медийный персонаж, а ты, я бы сказал, из СССР, ты самый медийный персонаж, смотри, ну, ты постоянно, скажем так, на светских каких-то мероприятиях, у тебя в друзьях Илья Ковальчук, Александр Самедов, Саша Текилл, твой друг, вообще, вы там постоянно общаетесь, он блогер, популярный, его смотрят миллионы вообще людей, да, и то есть, ты там тоже, так я бы сказал, бываешь, как вообще тебе это удается, ты постоянно там и с Викой Лопырёвой, ты тоже там был замечен на фотках, там, понимаешь, и так далее. Да, я не знаю, да нет, просто, много знакомых было, много, вот, я говорю, люди, как попадали на благотворительных матчах, мы знали друг друга, ну, как спортсмены, мы не общались, да, и мы попали как-то на оно мероприятие, и начали общаться, ну, зная друг друга, ну, говорили по меня слова им, что я, ну, там, без этих, да, без пафоса, типа, извините, нельзя подойти, надо выйти, надо выйти, да, там, не было без этого, и они слышали по меня, что, типа, ну, а есть такой фризонный гок, который там, ну, хорошо играет, забивает трешки, да, там, и без всяких, ну, такой простой, и мы попадали на эти благотворительные вечера, и мы с ними начали общаться, и так стали друзьями, близкие во всем, и потом уже начали, ну, общаться, и дружить, и какие, что случаются, там, там, мы это всегда, они всегда спрашивают, как дела, как у тебя, ну, и вообще мы так каждую, каждую неделю почти списываемся со многими сообщениями, общаемся, и я вот, ну, отношением, что они тоже топористые люди на самом деле, и приятно, и, ну, из-за этого попадаются вот эти встречи, встречи, всегда везде приглашают, ну, и просто с таким графиком, нельзя получается еще попасть на эти встречи, а так вот, из-за этого друзья, ну, больше всего, больше всего, я думаю, что мы больше всего общаемся с овечкин, которого мы близко очень дружим, и переживаем друг до друга. Ты уже прямо конкретно задают, а ты вот часто, сколько хорошо дружишь с Сашей Тарасовым и Амираном Сардаровым? Ну, очень хорошо с Тарасовым, очень в хороших отношениях, как друзья, и, ну, как вот, мы с тобой, наверное, дружим, даже, ну, близи, и если, ну, какая будет проблема, или какой-то будет что-то случиться, я знаю, что я на него могу положиться, и позвонить, он сюда приедет, и поможет в любое время. Но отдельно я бы хотел выделить на самом деле твою дружбу с Александром Овечкиным, потому что вы там прям, это не просто такая дружба там, это прям вот твои братья. Братья, да, близкие. Как это закрутилось, как вы подружились, и насколько у вас это все прямо вот серьезно, скажем так. Да, ну, ты понимаешь, если ты понимаешь, о чем я. Важен сказал. Да, да, да. Не, ну, мы друг друга знали очень давно, потому что, не забывай, мама, у нее двухладная лепестка чемпионка в баскетболу, Татьяна Николаевна, Овечка, которая, да, давайте завтра день рождения, все будем поздравлять. Все будем поздравлять завтра маму Александра Овечкина. Да, и мы знали друг друга, и, ну, и он еще давно приходил на матчи, ну, на женский, полно Динамо, тогда он, и очень, мы знали друг друга, мы так иногда попадалось, ну, встречались там, привет пока, и все, мы не общались, и один момент, как-то мы где-то в листовании, вот вместе получилось, и вместе, ну, за ним были, на данном мероприятии сидели, и он начал общаться друг друга, и все, и мы там вообще, с этого момента, не возле, на следующий день он написал, что делаешь, как это, ну, и все, и все, и так вместе, вместе, и вообще не возле, вода стали, и уже, сколько уже, четыре года мы, вот так вот, близко, когда он под вами, когда приезжает, мы почти каждый день видимся, и встречаемся. Он постоянно приходит на матчи, ЦСКА? И на самом деле, он приходит, поддерживает очень сильно, и отдать должное, болеет, болеет за меня, всем сердцем, и он не фанат ЦСКА, он Динамо с детства, он Динамо, он твой фанат, он фанат, который болеет, он приходит в кепки ЦСКА, в майки ЦСКА, и многое значит, и мы очень близко дружим, как бывать, я так могу сказать. Ну это круто. Слушай, Танюша умоляет передать привет в Израиль. Танюше, он оболечит ЦСКА, и чтобы ты вот сказал, что-то такое, там ребятам на юге. Фамилия, да, моя связана там чуть-чуть, да, да. Кстати, да, чуть-чуть, видимо, корни там. Да, а какому уголу, просто из-за валили или как? Просто в Израиле, вот камера, вот туда можешь сказать. Передаю привет из-за вайлю, угол 3, Льявив, как столице, номер, как столице, большой привет от Виталия Фридзона. Вот, видите, прямо здесь можно получить личный привет фактически от Виталия Фридзона, если умолять, да, любой ваш каприз. У нас есть для тебя такой момент еще, я очень люблю здесь обсуждать обувь баскетбольную. Ты знаешь, в чем ты вообще сам играешь, насколько для тебя важно, в чем ты играешь? Вот это вот, друзья мои, это кроссовки Виталия Фридзона, они даже еще, извините за подробности чуть влажные. Только закончил. Да, что за модель? В чем ты играешь? Честно, я вообще в моделях не разбиваюсь. Мне главное, чтобы было удобно моей стопе, и у меня плоская нога, длинная, и мне ладно подходило, у меня вообще, нет, ну как, в Джорданах я не могу вообще играть, у меня сходят свои ноги, сразу же. Мне надо, чтобы были высокие кроссовки, я очень люблю, потому что я не трепуюсь, и мне, как в голове больше держалось, что высокие, и было, чтобы удобно на стопе, вот я вот этих, вот эти вообще нашел, идеально под меня, и я много вот сейчас, купил, вот этих вот, ну, только разноцветки разных таких кроссовок, и для меня это, наверное, очень удобно, ну, для меня это, супер, я просто, говорю, я не для того, чтобы там, модель, Dibion, модель, мне главное, чтобы было для меня удобнее, я вообще, я не замерну. Подошли, удобно, я играл, такие были длинные, я даже не помню названия кроссовок, такие, только у меня в одного были хобби, и они, для меня одного, два года, такие высокие, знаешь, Какие хайперфьюзы? Они стоили копейки. Они были жёсткие. Да, пятка жёсткая. Они были очень удобные. Никто не играл в CSKA. Сказали, что это вообще неудобно. И вот они до меня, я в них играл, и потом мне просто сказали, «Найк разводит, извините, но мы уже не можем брать кроссовок, они очень дешёвые, мы не можем». И мне сказали, что нет. Я вообще спокойно кроссовкам. Главное, что мне было удобно. Макс тебя спрашивает, а ты в игре Слушай, я помню, ты забивал в игре сверху, кстати, говорят, и неоднократно, и неоднократно. Забивал даже через людей я забивал. Я тоже это помню. Но, к сожалению, ты играл чуть за другой клуб, когда ты через людей и забивал. Когда ты последний раз забивал сверху в игре, помнишь? В том году. В том году я забивал с Нижним Новым годом. В том году был ещё, там у нас спор в команде «заби, не забью». Пришлось это… Ну, я в этом году поставлю забить. Я на возменке, ну, так, под музыку я говорю, что под музыку я забиваю. Что вы делали на спор? А, не знаю, там… Что-то колу или пепси. Доктор Пеппи. Больше не спорят, боятся. А, то вот так вот идешь. Да. Спрашивают тебя, завидуешь ли ты кому-нибудь в команде? Может быть, у вас есть вообще такие отношения в команде? Или всё прям вот как в семье, прям вот как дружно? Ну, не, ну, всё… Знаете, зависть такое делает… Неблагодарно, наверное, завидовать кому-то. И за что мне завидовать? Я добился, ну, как… Надеюсь, еще добьюсь много в жизни спах от этой работы своей. Которой, извините, я… Голодка такого… Даже многие, мало кто знает, да. И мне все говорили… Я помню, это… Учителя там, все люди говорили, что… Куда ты с этого города можешь попасть вообще? Ты сам думаешь. Тебе надо вот учиться там, типа… Ну, я согласен, что надо учиться, но… Потому что я был фанатом вообще сумасшедшим. Я родил до школы, после школы. Я мыл полы, там… Все смеялись надо мной. Лето… Лето все погуляют в футбол, там… Ну, это… А я в зале с лечим мячом и бросаю. Я, конечно, не завидую. Я добился сам всего… Да, есть везение, само собой. Везение в спорте – это самое главное. А завидовать, ну, это неблагодарное дело – завидовать. Ну, наоборот, если у тебя есть, например, да, вот… Есть сильные игроки. Ты учишься этому? Ну, нету совершенства учения. И я… Ты смотришь, учиться, значит, он сильнее тебя. И решение тренера, что должен он играть. А ты должен, как говорится, в системе… Вот такая система командовала на момент моя Оля. Согласен. Такая вот. И, конечно, меня это тяжело воспринимать. Потому что, когда ты, говорится… Много работаешь. Много выиграл всего в жизни, да. Все, что можно… Ну, как выиграл. Да. И иногда не выходишь. И тебя он не ставит. Это тяжело воспринимать. Ну, вводи команды, вводи победы. Ты, это, как говорится, ну, съедаешь. И ты еще больше работаешь, еще больше хочешь стать все дней. Дима спрашивает, как ты настраиваешься перед игрой? Есть у тебя какие-то ритуалы? Ну, у всех, я думаю, спортсменов есть ритуалы. Перед игрой всегда половина баскетболистов спят. Ну, я обязательно сплю. У нас идет утренняя тренировка. Мы обедаем. И вообще, говорят там, ну, кого как, я считаю, но говорят, что максимум сна через час-двадцать-сорок минут. Вот это будет, типа, идеальный сон. Ну, я как себя чувствую, я могу и два часа поспать, могу и сорок минут поспать. Я буду хорошо чувствовать. Иногда ты, бывает, да, пересыпаешь. И потом… Бывает, да. Бывает тяжело выйти из сна. И вот это, я думаю, самое главное, вот так вот готовишься. Ну, а по ритуалу, я думаю, мало кто говорит. У всех, кто там слева начинает снова ваться, кто там носок одевает с левой ноги, кто зашновывается по-другому, кто надевает одни, там, вторые под низ. Да, да. Как такой кумир Майклажерный. Да. Там, на самом деле, много. Кто молится перед этой… У нас был Керри Маккаунтик, который молился перед его, и садился и молился перед каждым матчем прямо на колено. И он там был в религии, и он молился. Ну, и вообще, у каждого свое. Кто заходит, там, выпускает, выходит, там, таким-то числом, знаешь, выбегает на площадку. А, ну да, определенным по порядку номерам. Да, определенным по порядку. Это у каждого свой ритуал, и я думаю, что никто не разложает это. Ты сказал как раз, зрители у нас сразу зацепились за твои слова, ты сказал, что нужно учиться, а у тебя какое образование? У меня выше, выше спортивный ритуал. Я закончил академию имени Лезгов. Но ты не сразу, по-моему. Нет. Как у тебя там? Ты закончил школу? Нет, я закончил школу, в одиннадцатом, нет, я закончил, в одиннадцатом классе я перевелся в академию, не академию, а училище Олимпийского резерва в Рянск. И там было спортивное такое, там учились одни спортсмены учиться, борцы, легкоатлеты, да, борцы, легкоатлеты и штангисты. Баскетболиста не было отделения, меня взяли одного баскетболиста за все, потому что, ну там, и у меня, вот, я учился, вот, вот, по того года отучился и уехал в Тольятти, и я попросил, что, типа, ну, я успевал, там все, там было, я и тренировался, и учеба началась в одиннадцать, в одиннадцать утра, и заканчивалась там полвторого, там не было таких, ну, потому что, все было как в школе, потому что я заканчивал одиннадцать класс, типа, как там, и потом я уже переводился на, как этот, на высшее образование, да, я как поступал в академию имени Лезговта, вот этот питерский филиал был, имени Лезговта академии, и у меня пять с половиной лет я отучился, ну, как, отучился там, и получил высшее образование, сдавал госэкзамены, приезжал каждый год туда, общался с учителями, сдавал, и последний, и так официально, и выходил, защищал диплом, отметил хорошо потом, сдачу, ну, я почему спрашиваю, тут же Галя спрашивает, какое у тебя любимое блюдо, что ты любишь больше всего есть, вот, я люблю больше всего есть, русскую кухню, это картошка, котлеты, это мои вообще, этот топ, курица, Слушай, это как раз, ты вообще, на самом деле, очень русский парень, судя по твоим фото в инстаграме, ты любишь рыбалку, любишь баню, постоянно туда еще и друзей с собой берешь везде, у тебя, вон, рыбы какая, посмотри, какую ты поймал, это рекорд, 10, 10, 10, 680 килограмм, это рекорд, Что это за рыба? Это была белая белуга, белая белуга, такая вот она, Ты поймал? Да, ну, там вытягивали двое, Ну, как, я зазвенел колокол, я помню, там колокольчик такой, знаешь, дзын-дзын, там, типа, закидываешь, колокольчик зазвенел, и я, оп, я, там, брата моего спрашивала, Вов, что ты, блин, вообще, что ты за леску поставил, она не тянется, я пытаюсь, она никак не тянется, он мне говорит, дай сюда, он понял, что там, и понеслась, и там она, она вытугивать как-то начала, там сбежались, все, было, было, конечно, знаешь, какое было эмоции, я тебе говорю, как будто ты забил победный трех, я тебя такое, я такое не видел, она в садок не помещалась. Ну, и потом ее съели? Конечно, конечно, мы забывали, очень вкусно было, и скушали. Ну, а это, это сколько еще раз, 10-500? 10-680, ты даже помнишь. Я такой, конечно, я помню, ты что это, это рекорд для меня был. В баню ты набираешь себе постоянно друзей своих, у тебя там и Денис Глушаков был, Ну, это не моя баня, это Сандуна. Ну, ты-то набираешь компанию, наверное, ты же зачинщик, я знаю, насколько. Ну, я любитель бани, и, конечно, когда я еду в баню, я всегда зову, приглашаю, ну, не все получают, потому что у всех важные сезоны, важные игры, да, и кто может тут приезжать с удовольствием. И там у вас прям по полной программе, там, банщики, веники? Банщики специально, там, я тебе говорю, там вообще, там, вип-восстановление. А откуда это пошло? Нет, ну, пошло, я давно баню любил, еще с самого детства, я еще, когда с моего года, у меня мама с деревни, и в деревне была почемная баня, там вообще вот почемная, по-чемному, я думаю, там, кто знает, кто поймет, там, не, там, уши сразу забывают. Ну, я знаю, что это, да. Такая же, так, черная баня, это баня, самая жаловая баня, которую можно вообще представить. И в деревнях, каждые выходные, по субботам, там были бани, и еще оттуда я любил баню. И я на себе на даче построил, там, с бассейном, такую баню, которая должна быть баня. И у меня есть знакомый, который банщик специальный, он вообще там, там, очень долго лет, и он просто делает сумасшедшую баню. Он делает, там, всякие травы, всякие, там, на хвой, на чесноке, на этой, блин, ты просто восстанавливаешься очень сильно. Айрана спрашивает, как справиться с напряжением во время решающего броска? Вот баня помогает в этом? Во время, во время, ты не думаешь о бане во время. Просто во время игры не надо думать, что ты забьешь. Нет, ты должен думать, что если, после ничего не думать, думать о игре и фокусироваться на игре. Не думать, что сейчас вот твой момент, и ты вот его забьешь, он придет. Я так думаю. Макс спрашивает, о, тут у нас даже еще другой, мне больше гораздо вопрос. Извини, пожалуйста, смотри. У тебя самые лучшие моменты были, вспомни, пожалуйста, когда ты был на площадке, самый лучший твой момент? Вот сейчас мне этот вопрос очень понравился. Ну, самый лучший момент был, конечно, это был его с Базилией, наверное. Вот я почему, да, я почему-то потому, что ты его именно назовешь. Я бы назвал, это самый лучший момент у меня про Виталия Фридзона. Ну, это был момент... Ты кто не знает, друзья, это Виталий Фридзон за 3 секунды до конца игрой? Нет, не 3 секунды, было 6,8, что ли. Ну, осталось потом 3, по-моему, или нет? Ну, потом я забил, они еще атаковали. Я и про это говорю, они 3 секунды у них остались. Виталий Фридзон забросил победный бросок, сумасшедший из угла, после выносной комбинации, просто мяч выкидывали из Аута, и Виталий забил? Ну, да, 3 очко. Ну, я думаю, что он был больше везения, если честно. В падении, в падении, он там падал под ноги, и я уже по инерции выбросил мяч. Потому что, еще был момент, там, я сейчас спрашивал, там, 3 или 2 очка, там у Кириленко он сидел, и Булан рисовал под меня комбинацию, что я должен ставить, и выбегал, а Швеция выдавал пас. Кириленко, почти, нарисовал комбинацию? Нет, Блат, Блат. А Блат рисовал? Здесь, там, на скамейке сидел Кириленко, и я рядом, и я говорю, Андрей, типа, Кириленко, что лучше, типа, 2 очка, ну, типа, походить, там, типа, если он падет в след, типа, походить, и он говорит, не думай, бей вообще 3, говорит. Просто, говорит, бей 3, и все. Я говорю, вопросов не имею. И, короче, мы чётим, оп, он второй тайм-аут берет. Мы вышли на площадку, встали, он опять берет тайм-аут. Блат опять начинает чути, думает, ну, другую комбинацию хотел, и потом, нет, в конце говорит, все, играем тоже. И все, я выбегаю, мне Швеция дал пас, и я бросил, и там, получил вообще без территории, без падения. Там очень был бросок, сложный, красивый. Я говорю, что это всё, работа, она приходит, да, ну, я имею в виду, что ты работаешь, работаешь, важный момент, он должен воспринимать. Я считаю, что это было везение, была работа, и, ну, и, как говорится, и чувство, чувство, что это не последний был победный. Это точно. У тебя после трёхочковых сейчас есть такой жест, как ты убираешь пистолеты в кобру, и, конечно же, есть вопрос, откуда это вообще у тебя пошло? Блин, ну, я не знаю, даже честно, это как-то само собой прошло, и как-то, больше всего, знаешь, меня кто-то подкалывал, как пистолеты, ты, ну, бьешь, 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 и это уже в ЦСКА было, это не было жестов, например, химка, когда я пришел в ЦСКА, даже не первый год, это было уже пошло в того года, думаю, и пошел жест, ну, мне начали, типа, как-то говорить, как в Техасе, знаешь, как это, как в Кобой, да, и пошел этот жест, вот этот жест пошел. Очень красивый. Да, кстати, действительно, перенимаю это за границей. Друзья, у меня есть классное видео, и, собственно, ты его, наверное, помнишь, это когда ты бросал с Аароном Джексоном за номер. За номер. Да. Ну, я уже договорился с Заваней, что это, но мы бросали честно. Бросали честно, бросали честно, и главное, что все вот у меня без монтажа, это без пауз, просто вот ты бросаешь и забиваешь. Бросали пять, то есть 25 бросков всего, по пять из пяти точек, два из угла, но стандартное баскетбольное такое вот упражнение. Так вот, ты даже без баскетбольных кроссовок бросал, это обычный. Я не только пришел. Только пришел, без разминки. Да, без разминки, да. Сколько ты забивал вообще подряд трех? Вот что и в каре однажды забивал, я знаю, 72 подряд. 68, что ли. Ты сбивал 68? Да, подряд. Это фантастика. Что для этого нужно вообще, чтобы так хорошо подать? Ну, я не знаю, точить чувства, ну, и бросать. Я очень много бросаю. Я бросаю до тренировки, даже в час. До тренировки, при пост тренировке, всегда бросаю. И вот, и меняю, меняю броски, например, подряд, пять подряд с каждой точкой, потом 10 забитых. Потом, там есть такая игрова, там типа ты пять точек должен забить, там, 70, если ты со мной точки бьешь, 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 мажешь, переходишь на вторую точку. И пока вот мажешь, и так вот пять точек должен забить, там, около 68, ну, или 70, ну, просто. Ну, и так вот. Это очень много и тяжело. Так этого я не тратил, как хочешь, чтобы забивать такие мячи на 20 секундах. Да, посмотри, человек вообще не мажет, ты просто, просто не мажешь. Машина. Даниил тебя спрашивает, очень интересный, кстати, вопрос, но такой, знаешь, немножко с подвохом. Ты лучше был бы лучшим игроком в худшей команде, да, он постоянно бы играл, много набирал. Или бы ты бы сидел бы, меньше бы играл бы в лучшей команде? Ну, как сказать, хороший вопрос. Да, да, он такой, он, он. И играть, это очень хорошо, на самом деле, играть, и ты получаешь очень сильное удовольствие, на самом деле, это да. Просто когда, как говорится, когда я был в Химках, да, и повел столько времени в Химках, я был там на ледиующих валяках, и мы там добивались многого, да, с Химками. Хорошие команды были, тренивай, команды, и все. Ну, я понял, что уже на данный момент, когда мне надо было менять что-то, я привез, ну, такую команду, я пришел в ЦСКА, и... Это окупилось? Нет, окупилось, само собой, и я играл, я приносил, ну, пользу большую, да. Это на данный момент, последние два года, мое время ушло, понизилось, и я думаю, что уже пришло то время, что ПАВА надо что-то тоже как-то... Ну, тут есть такой вопрос, а в Химке планируешь ли вернуться, может быть, вот, так сказать? Ну, жизнь длинная, давайте поживем, увидим. Чего говорить. Вопрос классный был, ты сейчас чуть-чуть не брит, планируешь ли отпускать, может быть, бороду? Сейчас это мода вообще такая пошла. Да, ну, мне не очень она статьи идет, я пробовал, у меня плохо-плохо зайти, ну, вот у меня брутуальная статья, вот так неплохо, идет, идет, идет. Что ж, ну, ротаник. А вот так отпускать, да? Такой большой, как у, там, Никиты, как у... Серхио, да? Нет, у меня так не получается, у меня чуть по-другому растут волосы, и, ну, молодее у меня, как зря будет, я буду не очень выглядеть. Саша спрашивает, почему седьмой номер? Ух, у меня отец явал под седьмым номером за, там, где он учился, в Клинцах, там, за училище, явал под седьмым номером. Просто за ним? Ну, я как-то, да, просто для меня отец был всем, ну, есть всем, которым я... был идолом, да, и я взял, как седьмой номер с тех времен, и все, и пошел, пошел седьмой номер. А, кто твой самый главный конкурент? Знаешь, как я очень часто, я подскажу тебе такой ответ, это кто ваш конкурент? Только ветер. Ну, да, ну, я понял, о чем вы говорите сейчас. Конкурент, ну, наверное, я сам, все, я, ну, конкурент могу с собой конкурировать, как, да, так, а так, я даже не знаю, как сказать, конкурент. Ну, на позиции, наверное, здесь... Ну, да, ну... Ты же играешь на двух, получается, позиции? На двух, да, на второго, третьего, но на данный момент тут чуть-чуть... Конечно, конкурировать это хорошо, но тут зависит чуть-чуть уже не от меня больше. Вот так можно сказать. От системы? От системы, от тренера, да. Как ты в нее подходишь, да, я понял. А вопрос такой хороший. Может быть, ты будешь в Брянске тренировать, когда завершишь карьеру игрока? Да нет, я что-то как... Вот тренер, я вот, сколько мы смотрим тренировочек, это не мое, мне кажется. Да, я могу лучше помочь, если будет нормальная помощь, с удовольствием помогу. А тренерам как-то... Ну, это пока, как говорю, там, позже увидим. Это, например, панковаж, он готов и сейчас тренировать, я как слышал. Вот, например, у него как-то это лежит, он как-то, знаешь, как в спевном номере, у него отец там, ну, тренирует детей и тренировал очень... Ну, даже я помню, приезжал еще в Пулково на просмотр, вот, отец там был этого тренировать. Вот, а я как-то, мне это как-то не очень движет, я как-то вот такой человек, что вот... Чуть другой, потому что тренируем тяжело быть. Ты должен, представляешь, ты должен... Ну, по поводу ты никогда не скажешь тренируем полностью. Ты должен находить, находить... Ну, конечно. Подход каждому. Подход каждому, одному уберевать, одному. Это такое... Ну, тренерское это... И я знаю, что быть тренировым, сильным тренировым, которого трениров ненавидят. Это, я думаю, тот считается топовым тренировым. Тоненько. Спрашиваю, Данил, хотел бы ты играть в НБА и если да, то за какую команду? Вообще, у тебя был в жизни такой момент, когда ты был прям вот на волоске, да? Мне приглашали после Олимпиады в NBA, да, это точно было. Куда? И было две команды. Одна Кливлин, Кливлин, не, можно, знаешь, Кливлин, когда либо он в Майами шел, там был у них. И в Торонто тогда, в то время, когда был еще Дельфина играл. И он говорит, давай типа к нам. Ну, там мне давали очень, там, новичка, контракт новичка есть такой у них. Я знаю, да. Тогда он был низкооплачиваемый. Да, низкооплачиваемый там и, ну, там, ты понимаешь, там, налог был. И, ну, фактически, на два дня вечера. Ну, все, да, там, даже смысл, не там, конечно, мне там давали один плюс один контракт. Уже это, ну, у меня был с Химками тогда контракт и мне надо было выкупать. У меня не было опции выхода, выхода в МБА, да. И мне надо было выкупать очень большую сумму, у меня не было той суммы, зато надо было выкупать. Но ты, в принципе, хотел? Конечно, я очень хотел. И надо, можно было одолжить у кого-то, да, надо было, может. Попробовать. Да, может, и надо было поехать тут, ну, попробовать систему это, увидеть все это вживую. Ну, да, да. Знаешь, там через год. Зывали живы, да? Да, звали, тем более звали. Давали не то, что звали, а уже давали с контрактом, ну, я имею в виду. Но у меня тогда еще агента не было, знаешь, мне было тяжело. Ну, мне просто уже, он прям, когда пришел, шел в клуб Химки, и мне вот, и они, ну, они сказали, вот, ну, мы тебе не девушка, ну, ты выплати, там, типа, выход, там, знаешь, выход из этого, вот, и надо было тогда попробовать. И потом, когда я уже подписал ЦСКА, я делал, ну, опцию, да, на всякий случай, ну, опцию, если выход будет, то, ну, фиг. Ну, тогда уже все, уже поезд уехал, как говорится, уже не стал он. Тебя спрашивают здесь, следишь ли ты за Аароном Джексоном, как он в Китае играет, вообще за китайским баскетболом? Ну, я подписан на него, я слежу, ну, я так за китайским не очень, но за ним слежу, и он так, и надо подстегивает меня, там, Юмом под кавер, ему тоже надо подписывать, там, всякие эти. Слежу, да нет, мы общались много с ним, кстати, и вот как вне площадки, и в площадке, мы жили в одном подъезде, в доме, он жил на 25-м, он на 20-м, мы часто пересекались, и, конечно, ну, столько времени вместе повели, мы с ним 4 года вместе повели. Хорошие приятели. Нет, а как уж, как уж человек, а как уж, что друг был. Он и есть. Лидер, спрошу, какой у тебя был вообще в жизни самый плохой поступок? Ты можешь сказать что-нибудь, что-нибудь такое, чтобы ты переделал бы прям вот без оглядки вообще? Ну, может быть, обидел кого-то или сам что-то сделал для себя плохое? Самый плохой поступок? Ну, например, да. Ну, я оставаюсь не делать плохие поступки, я такой человек, это... Ну, блин. Даже тяжело вспомнить, честно. То есть, в принципе, ты такой весь положительный, нет ничего такого, чтобы ты... Ну, может... Может, я же не знаю, как... Может, с отцом жестко поговорил о вас. Может, это был такой поступок был не очень... Нехороший, да? Что-то плохо себя вёл с родителями, да. Что-то он там подначудил, и мне пришлось там повысить тон. Я думаю, да и потом жалел. Ну, я извинился. Ну, вот видишь как, то есть, в принципе, исправил поступок. Не, ну, исправил поступок. Ну, он, наверное, был такой поступок. А так, плохой поступок. Ну, я... И не... Никогда, чтобы за спиной там что-то не говорить, не был замечен. Тебя спрашивают, кроме ЦСКА и Химок, у тебя была какая-нибудь вообще когда-либо идея играть в другой команде? Если да, то в какой? Ну, как в NBA, да, была... Нет. Ну, я имею в виду, даже в чемпионате России. Может быть, у тебя была... Может быть, с детства ты хотел играть, не знаю... Почему? Она и есть идея. Она и будет дальше играть двойка. Почему? Нет. Я говорю, что... Я и готов еще играть до тридцати пяти, до тридцати шести лет. Я себя чувствую хорошо физически. Я буду, ну, я буду играть. Ну, просто я думаю, что... Давайте мы поживем, увидим. И... Не будем из этой идеи идти. Ты не ставишь себе планку, там, до сорока лет играть? Нет. Я не ставлю. Я ставлю... Я вот такой человек, если я почувствую, что я не тяну, и я чувствую, что почти, ну, что я все вот прямо, ну, меня там обыгывают, обходят, и я пользы не принесу, я закончу. Я об этом говорил всегда. Тут вопрос классный, как раз к тебе сразу. А один на один шведа обыграешь? Конечно. Легко. Вот так вот. Слушайте, друзья, мы обещали на самом деле... Спасибо вам огромное за вашу активность. Это очень круто, то, что постоянно пишите вопросы. Много интересных, правда. Но пора уже тебе идти, как ты и говорил. Уже время, как говорится. Я думаю, всем было приятно пообщаться. Очень. Нужно выбрать вопрос, который тебе более-менее понравился. Понравился более-менее. Да, ну, больше всех. Наверное, он такой был, это... Кого ты, наверное, обидел в жизни, я думаю. О-о-о. Такой вопрос. Да, вопрос тебе запомнился? Еще хороший был вопрос, конечно, в 30 минут, когда тебе дали... Что ты... Чем бы ты научился в 30 минут? Вот эти такие... Вот эти два... Что ты думаешь? Ну, смотри. А, ты предлагаешь мне эти первые вопросы? Так, друзья, я сейчас покажу, что мы отдадим. У нас есть... Распаковывай вот я прям сразу. То есть все, все, все новое. Выбираем... Ну, к сожалению... Как-нибудь порви, я не знаю. В конце концов, мы так уже пошлем. Вот тебе... Сейчас я распишу тебе маркер. Ты подпишешь... Ну, где-нибудь... Где-нибудь, может быть, сзади вот здесь вот, да. Я думаю, давай, наверное, 30 минут лучше. Про 30 минут? Вот, пожалуйста. Я думаю, вообще, такой интересный был вопрос, и... Я думаю, блин, мне очень понравилось. Борис Белоглазов задал вопрос, чему бы Виталий Фридзон научился за 30 минут, если бы была возможность такая в жизни. И ответ был, конечно, крутейший, да. Виталий Фридзон увидел бы своих родных, такую способность обрел бы, с которой он уже не может видеть. Ну что ж, Борис, поздравляем. Вот эта вот кепка с автографом Виталия Фридзона отправляется тебе. Мы свяжемся с тобой обязательно. Вот. Друзья, спасибо вам огромное. Напомню, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, кого вы хотите из легионеров ЦСКА в следующий раз увидеть здесь. Это будет, возможно, немножко по-другому, потому что здесь мы с Виталием не переводили, там будет так интересно, надо будет все переводить. Но я думаю, что вы выдержите этот момент, и постараемся делать эфир не менее интересным. Виталик, спасибо тебе огромное. Да нет, спасибо вам. Мне на самом деле очень понравилось. Я не думал, что так интенсивно все, и люди так интересуются. Это супер. Я надеюсь, что идет развитие. Конечно. Баскетбол очень. Ты видишь, что я благодаря тебе. Друзья, простите, если не ответили на чьи-то вопросы. Еще, надеюсь, будет у нас возможности, может быть, и в следующем сезоне, и позже, и Виталик к нам, я думаю, придет. Конечно. И скажу, может быть, где что-то, как дальше быть. Да, подсказывайте нам, как быть дальше, как сделать формат еще интереснее. Может, там какую-нибудь команду мне посоветуют. Опять же. Найдут. Так что записывайтесь к нему, если что. Добавляйтесь в друзья. Спасибо вам огромное, друзья. Пишите под этим видео, что вам понравилось, что не понравилось. Следите за анонсами в социальных сетях, когда будет у нас ЦСКА Баскет Шоу. Виталий Фридзон, Евгений Сидых. Всем спасибо. Счастливо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok